Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь Денис, и мы продолжаем проходить такой интересный квест, как Broken Sword, тем тамплееров. Кто первую часть смотрел, тот знает, чем закончилось, а кто не видел, то прошу посмотреть. А мы погнали, полный вперёд! Приятного просмотра! Да, почему-то не сохранилась именно канализация, но это чё-то не столь странно. Так, давай, смотрим, что тут. Когда я поднял нос, он был ещё тёплым. Это был нос клоуна. Да-да-да, по следам преступника. Я поднял салфетку. Она была жирная, как будто в неё заворачивали бутерброд. Я снял со стрия кусочек материи. Эй, там, привет! Ты... Ты канализационная скрыса! Я знал, что ты вернёшься, и теперь ты попался. О чём вы говорите? Ты переходишь все границы. Вылезай немедленно оттуда. Это я и пытаюсь сделать. Дайте мне руку. Ты думал словить меня на такой дешёвый трюк? Стоять! Оставайтесь на месте, месье. Окей, окей. Так что же вы там искали? Я искал клоуна. Чудесно! За кого вы меня держите, если думаете, что я поверю в это? Он подложил в кафе бомбу и подорвал его. Что? Кафе? Взорвано? Бог мой! Это ужасно! Вы сказали, виновник был одет как клоун? Именно. Он взорвал кафе, скрылся в канализацию, сменил одежду и выбрался здесь. Бог мой! Так тот человек, за которым я гнался... Думаете, тот человек и клоун одно и то же лицо? Ладно, вы заморочили мне голову. Всё это не объясняет, что вы делали в канализации. Всё, что я знаю, так это, что вы с ним заодно. О, нет. Я всего лишь турист. Большинство туристов интересуются Эйфелевой башней, Лувром или Версалем. Я не думал, что канализационные трубы так привлекательны. Так, визитка. Может, хотите взглянуть на мою визитку? Что это? Инспектор Августин Росса. А что означает отдел устрит? Убийств. Чернила расплылись. Так вы не турист? Окей, нет. Я вам солгал. Извините. Не надо извинений, мсье. Я знал. Я чувствовал, что вы темните. Это ваша поза. Ваша осанка. О, да. Сказал я себе. Здесь выправка человека, привыкшего к дисциплине. А уж в этом я разбираюсь. Я служил в армии, как вы знаете. В вашем возрасте я боролся за свою жизнь в пустынях Африки. Чем я могу помочь вам, инспектор? Так. Человек, которого вы видели, держал в руках портфель? О, да, конечно. Сжимал в руках, словно младенца. Это был портфель убитого. Как вы думаете, что там могло быть? Наркотики? Украденные драгоценности? Я не знаю, но убийца считал, что за это стоит убить. Ничего ценного, мсье. Угу. Имя Плантарт говорит вам о чем-нибудь? Нет, ни о чем. Понятно. Этот кусок материи вам знаком? Такой же, как и в пиджаке, что я нашел. Я узнал по рисунку. Угу. Да, насчет пиджака. Он у вас с собой? Нет, мсье. Один из рукавов был плохо пришит, и я отправил его в починку. Жаль. Во всем остальном он был безукоризнен. Внутри на этикетке было имя Портнова. Ага. Куда вы отыслали пиджак? Я дал его бродящей итальянской портнице. Не везет. В карманах пиджака что-то было? Ничего. Вы понимаете, что я имею в виду? Скажите. Он сменил клоунский костюм и грим на обычные одеяния. Такое впечатление, что я имею дело с профессионалом. Расскажите о человеке, которого вы схватили. О, мсье, в нем не было ничего особенного. Он взял меня в захват, навалившись сверху. У него была железная охватка, но он не знал, с кем иметь дело. О, нет. Он совершил грубую ошибку, схватившись с одним из гиен пустыни. Да, да, я себе представляю. А что вы скажете об этой тряпке? Ничего, мсье. Она отвратительна. Что заставило вас показывать мне такое, кто в нее сморкался? Вы не знаете официантку из кафе? Вы же не подозреваете ее? Отвечайте на мой вопрос. Да, я ее знаю. Довольно неплохо, я бы сказал. Она работает в кафе 6-7 месяцев. Я все время с нетерпением жду ее прихода. Да? Значит, вам бы ее не хватало. О, да. Кто бы еще мог скрасить мои последние дни? Так, может он знает еще о пиджаке. Какое имя было на этикетке? Какое-то иностранное. Тодрик, что ли? Вы запомнили адрес? Его там не было, только телефон. Я не ожидаю услышать от вас телефонный номер, который вы только раз в жизни видели. 74-98-08-59. Вы шутите? Это его телефон? Да, точно так. Я хорошо запоминаю номера после той школы, которую я прошел в пустыне. Меня обучили техники Тьюрега. Невероятно. Это полезно при проверке магазина счетов. И где же награда? Честь, мси, единственная награда. Тогда я рад, что не полагался на честь, платя по счетам. Так, ладно, по-моему, все узнали. Я должен идти. Благодаря вашей помощи жители Парижа смогут спать спокойнее этой ночью. Серьезно, мси? Я только исполнял свой долг. Удачи, инспектор. Надеюсь, убийца недолго осталась гулять на свободе. Так. Номер портного. Алло, кто это? Привет. Меня зовут Джорс Тобарт. Вы меня не знаете. Совершенно верно, мистер Тобарт. Не знаю. Чему Гуд полезен? Мне надо разыскать одного из ваших покупателей. Могу я подняться наверх и переговорить с вами? Нет. Нет, это невозможно. Окей, забудем. Послушайте, мне нужно только узнать имя. О чем вы говорите? На кого вы работаете? Полагаю, можно сказать во имя добра и справедливости. Ну, слава богу. А я думаю, вы из полиции. На карту поставлены жизни невинных людей, мистер Тодри. Жизни, которые вы можете спасти. Вы взываете к моему состраданию, да? Нет. Мне нужна только информация. Продолжайте. Я слушаю. Что вы знаете о клоуне, зарвавшем кафе на Шардель-Верт? Не понимаю, о чем вы говорите. Вы крепкий орешек, Тодрик. Но я думаю, вы знаете больше, чем говорите. Я не знаю, кто вы такой. Но что я знаю, так это то, что не понимаю, о чем вы говорите. О, это глупость. Хватит играть со мной, Тодрик. Я же сказал вам, что ничего не знаю о клоуне. Не знаете ли вы Плантарта? Нет. Я впервые о нем слышу. Рассказать вам, что с ним случилось? Как его хладнокровно убили? Я же вам сказал. Я впервые слышу это имя. Я полагаю, Плантарт семейный человек. А вы как думаете? Мадам Плантарт готовит ужин в своей маленькой квартире, ожидая знакомого звука ключа своего мужа. Малыш ждет, когда вернется его отец. Он ждет его, не дождется, чтобы показать, какие получил сегодня хорошие оценки. Только сегодня месье Плантарт домой не придет. Вы забыли еще и о щенке. А? Верный маленький пес, жаждущий услышать голос своего хозяина. А может у них нет собаки? Как вы думаете? Я не знаю Плантарта. Я ничего не слышал о Плантарте. У меня нет никакого дела до всего этого. Ясно. Благодарю за особо ценную информацию, Тодрик. Так, Ника надо позвонить. Алло, Николь Кулард. Алло, это Джордж. Да. Вы просили позвонить, если я смогу вам помочь. У вас есть новости для меня? Ты не поверишь. Я нашел свидетеля, который разговаривал с клоуном. И узнал, где убийца достал свой костюм. Без шуток. Я просто поражена. Правда? Это было непросто. Слушай, почему бы тебе не зайти ко мне домой? Классно. А где ты живешь? Три, шесть, один, Рю-Жар-И. Окей. Я известна работа со своими людьми. Но я должен был предъявить, что это было хорошо с Джорджой. Но есть какие-то вещи, которые я буду делать со своими людьми. И первое, я нужна ответственность к вопросам. Кто был кустюм-биллер? И почему он убийствовал... Почему Кашо спросил меня, чтобы интервью его? Как он знал, что мой отец? Есть какой-то секретный войс, что происходит там. Но кто был на какой-то стороне? Один вопрос я знал. Я не... Так. Можно музончик послушать. Прикольно тут. Прикольно. Качает музон. Качает музон. Так. Так, а что мы пропустили? Может, надо кому-то позвонить? Хрен знает. Угу. Опять что-то... Так, она не... Или она выйдет? Она выйти может? А... А смысл? Кафе... Кафе... Ну чё, нам в кафе, что ли, нужно? Странно. Так. А, точно, наверное, в кафе с этим чуваком поговорить. Давай, говори. Кафе... 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 Так, зеркало, что ли, осмотреть? Зеркало, что ли, осмотреться? Так... Такое же зашифрованное письмо, как и в этом, в прошлой части. Поэтому давайте сделаем паузу и продолжим отсюда, дорогие друзья. Так что ждите, не прощаемся. Продолжаем дальше проходить. В общем, мы расшифровали письмо. Получилось, что... Плантар Пьер убит. Убийца должно быть проследил его от Арно и Ямады. Он скоро и за нами придёт. Мы должны быть бдительными. Девочка Тьере взломала сейф. Сейф Пьера. Она беспокоит меня, Эмельда. Так, сейф. Плантар. Мердерер, мастер, он придёт для нас. Тьери, девочка Тьерри, умерла имелда. Так много для имелда. Плантар работала для нее. И для Каншон. Но почему Плантар хочет встретиться? Это была тропа? Или, может быть, он был слишком глубокий и нужно встретиться с какой-то историей. Одна вещь была очевидна. Это была история, что это было бы убить. Так. И что дальше? Ну и узнали мы, что... Так, ладно. Ну, да. Хе-хе-хе... Так... А что ещё там? Так, это не то? Так, стоп. Не понял? А-а-а... Снова сюда? Так... А что тут опять не так? Так... Ладно, попробуем. А-а-а... М-м-м... М-м-м... Так, где ключ похожий? Вот этот? А-а-а... Плантартский фититилок. Так, он должен был использоваться в этом месте, так. Так... А что у нас тут? А-а-а... Угу. Фотографии. Да это я уже понял. Или нету, да? Или нет? А, вот это что-то совпадает. О-а-а... О-а-а... Это не может быть. Так, стоп. Так... А эта часть где должна-то хоть быть? Здесь? Нет. Так, стоп. Нет. А, это... Так... Та ё-моё! Так, по-моему, что-то... Связано... Вот... С этим, что ли? Или нет? Или да? Да? А-а-а... Вот. Нет, что-то вообще ступил. Так, стоп. А-а-а... Одна часть у нас вроде как... Совпадает, да? Так, стоп. Или это... Что-то я ничего не пойму. Вот это, что ли? А-а-а... Точно. Так, а как её крутить? М-м-м... Вопрос... А как... Доктор, а... Ох... Точно. Ч-то я немножко не понял. Аааа Я поняла, что я безусловно нужна до уровня этой истории, и что я реально нужна Горджа Ага. Теперь мы играем за Джорджа. Так, с тетей поговорим. Здравствуйте. Бонжур, месье. Хотите? Я вам скажу, что вас ожидают в будущем. Нет, спасибо. Это займет всего минуту. Спасибо, но я не верю в предсказания. Кроме того, если это займет всего минуту, то это будет предсказание недалекого будущего. Так. Ага, чувачок с велосипедом. Я передумал. Скажите, что меня ждет в будущем? Ты отправишься в длительное путешествие. Да что вы говорите? Вы можете рассказать о моем будущем что-нибудь, чего я не знаю? Как это вы предсказываете будущее? Если бы я знала, я не продавала бы здесь цветы. И вы ничего не видите, пока вам не дадут денег. Да. Понимаешь, у меня это происходит как у спутникового телевидения. Некоторые из нас рождаются с как бы устроенным волшебным блюдцем, в котором все видно. Я просто одна из этих счастливчиков. Ага. И то, что вы предсказываете, сбывается? Только время покажет это все. И самое странное, что я не могу видеть своего будущего. Для других людей без проблем. Но когда я пытаюсь увидеть свое будущее, никаких результатов. Это должно быть ужасно. Возможно. Я думаю, это что-то вроде защитного рефлекса. Или, может, у меня просто нет будущего? Так. Эти цветы продаются? Да, Мси. Окей. Я возьму букет тех белых цветов. Я бы на вашем месте не брала их. Почему? Это лилии, Мси. Некоторые люди ассоциируют их со смертью. Ой, спасибо, что предупредили. А какие цветы вы мне можете предложить? Может, догомей? А что они значат? Ненадежность. Хм... Я боюсь, что она поймет меня неправильно. А как насчет этих высоких желтых? Это ирис. Пламя страсти. А вот эти желтенькие? Чувственные. Это не для меня. Я хочу произвести впечатление, но не вешаться же ей на шею. Ха-ха-ха. Вы знаете молодую девушку Николь Куларт? Конечно, Мси. Она живет этажом выше. Ее окна выходят на улицу. Дверь не закрыта. Просто слегка ее подтолкните. Ее заклинило. Это все из-за влаги. Рантье обещал поменять дверь до зимы. Правда? Он говорит, это уже третий год. Да уж. Мадмуазель Куларт давно живет здесь? Пару месяцев. Она придет в шок, когда настанут холода. С щелью в окнах. Невыносимое отопление. Здесь очень проблематично удержать тепло в квартире. Единственная причина, почему я остаюсь здесь. Дешевая рента. Ваша молодая леди заслуживает большего. А я думал, что мадмуазель Куларт хорошо зарабатывает как фотограф. Не так хорошо, чтобы позволить себе покупать шикарную одежду. Иногда я даже слышу, как она плачет по ночам. Это ужасно. Только не говорите ей, что это я вам рассказала. Она гордая. Слишком гордая, как мне кажется. Ха-ха-ха. Больше никто не расспрашивал про мадмуазель Куларт и ее квартиру? Да. Какой-то высокий и тощий, как швабра мужчина. Он старался прикрыть свое лицо. Но я запомнила его глаза. Этот леденящий душу пронзительный взгляд. Брррр. Как он был одет? На нем был коричневый плащ и шляпа. Такой же, как у Хумфрея Богорта? Да. Но у него не было того очарования, присущее Богорту. Кроме того, он вел себя так, как будто хотел в туалет. Я никогда не видела, чтобы Богорт так напрягал свои ягодицы. Да уж. Есть еще что-нибудь, что вы можете рассказать мне про мадмуазель Куларт? Нет, мсею. Так, и... Все что ли? До свидания, еще увидимся. Вы правы, мсею. Мы еще увидимся. Так. Помня совет цветочницы, я легонько нажал на дверь как раз над замком. Клоун. Привет. Бонжур. Рядом, месье, что вы? Пожалуйста, зовите меня Джордж. Отлично. Я Николь. Присядь-ка, Джордж. Чем занимаешься? Я обследовал канализацию под кафе. Боюсь, что там несколько дурно пахнет. Клоун воспользовался канализацией, чтобы скрыться и сменить костюм. Боюсь, он сильно торопился, так что даже забыл свой костюм клоуна. И? Я раздобыл телефон портного. Тебе повезло больше, чем мне? Повезло, повезло, говоришь? Везет тем, кто тяжело работает. Что случилось? Поверишь? Он сказал мне бросить это дело. Но ты же не намерена последовать совету? Ну, нет. Я докопаюсь до того, что стоит за этими убийствами. Знаешь, что я думаю? Это заговор. Полиция трех стран очень уж спокойно относится к убийствам. А пресса вообще их не касается. Они обвиняют в них политических, религиозных или военных экстремистов. Под это можно подвести почти все. Так, показать ей нужно. Я нашел кусок материи возле кафе. Когда я показал его консьержу, тот тут же его узнал. Что ж, он весьма примечателен. Погоди. Взгляни-ка лучше на это. Я смонтировала фильм, снятый в кафе. Вот, Джордж, я сделала увеличение. Смотри, как одет этот тип. Плечатые штаны. Из того же материала, что я нашел в канализации. Точно. Теперь его нетрудно будет найти. О, нет. Приглядись, как его левой щеке. Шрам в форме подковы. Или полумесяца. Да уж. Я нашел этот накладной нос в канализации. Эй, что это в нем? Содержимое чего-нибудь носа. Не будь пошлым, Джордж. Написано. Магазин костюмов. Это магазин возле вокзала Святого Лазаря. Надо его проверить. Может, хозяин помнит, кто заказывал этот костюм. Так. К тому же, у него мог быть грипп? Рассказывать особенно не о чем. Ну, как вы занялись фотографией? Я обязана этим отцу. Он купил мне первый фотоаппарат. Мне было восемь. А мои родители как раз и зашлись. Ты осталась с отцом? Да. Мать ушла к другому мужчине. Я не обижалась. Мне хватало папы. Через четыре года он погиб в авиакатастрофе. Ой, извини. Ничего. Мне приятно вспоминать о нем. Он был больше похож на старшего брата. Все шутил и смеялся. Папа всегда хотел, чтобы я занялась искусством. Поэтому я и поступила в колледж. Там ты изучала фотографию? О боже, нет. Я не могла бы тебе позволить купить реактивы. Мы должны были платить за все, что использовали. Краски, холст, бумагу. Почти весь мой выпуск занимался миниатюрой. Это было дешевле. Я привыкла охотиться в парках за беличьим мехом. Я не чувствовала голоду только тогда, когда печатала фотографии. Я привыкла есть картошку. Я тебе не надоел? О, нет. Расскажи о предыдущих жертвах клоуна. Первым был Арно Белотто, миллионер, фармацевтический барон. Он сколотил состояние на афетаминах во время послевоенного диетического бума. Только представь, миллионы домохозяек, буквально сбрасывающих свои килограммы. Единственным свидетелем была Филиппина, его экономка. Она клянется, что его отправил на тот свет снежный человек. Вторая жертва. Ямада, оппозиционный японский политик, зеленый. Он унаследовал электронно-химический консорциум своего отца. Руками, точнее говоря, клеями большого королевского пингвина. Снежный человек, пингвин, теперь вот этот клоун. Не люблю этого слова, но это страшно. Я скажу тебе, что я буду отклонять любые приглашения на маскарады. Я не меню тебя за твой страх. Мне тоже страшно. Но эта история – мой единственный шанс на долгий отпуск. Или бесплатную поездку на тот свет. Ха-ха. Я нашел эту тряпку в канализации. Фу, Джордж, это отвратительно. Я думаю, она перепачкана гримом, как у артистов или клоунов. Все равно это отвратительно. Убери ее. Ха-ха. Так. Это инструмент, с помощью которого я забрался в канализацию. Очаровательно, Джордж. Тебе не интересно, нет? Конечно, да. Как это мужественно с твоей стороны спуститься в канализацию? Да? Ну, это было немного страшно, но… Ну, мне было нужно это сделать. Приколист. Пора идти. Окей. Я буду ждать. Я буду ждать. Лол. Так. Полицейский участок, Рюжаре, кафе… О, отлично. Прошу прощения. Бонжур, месье. Входите, пожалуйста. Оставьте ваши повседневные заботы за дверью. Добро пожаловать в сказку. Извините, я пришел сюда не для того, чтобы купить костюм. Вы никогда не наряжались, когда были ребенком? Не припомню. Невероятно. И вы хотите сказать, что никогда не примеряли нижнего белья с твоей старшей сестры? У меня нет сестры, к тому же я выглядел бы как дурак в брак. Мне просто нужна информация от вас. Конечно. Чем я могу вам помочь? Не могли бы вы купить этот нос у меня? Мы не торгуем поношенными вещами. Так, а это тут при чем? Я ищу человека, купившего у вас костюм клоуна. Ой, мсье. Не знаю, чем вам помочь. Вы не записываете имена покупателей? Конечно, мсье, но... Хорошо. Не могли бы вы проверить свои записи? Не могли бы вы дать мне имена всех, кто покупал у вас костюмы клоуна? Это невозможно. Знаете, сколько я продал таких костюмов? Так, а где ткань? А, наверное, вот это. Чем эта салфетка вымазана? Дайте мне ее понюхать. Белый блин Бестеммер номер семь. Это грим, правильно? Уи, мсье. Ла крэме де ла крэме для снятия грима. Вы сегодня его не продавали? Да. Две баночки. Такие? Уи. Вы знаете этого человека? А, Уи. Он приходил сюда сегодня утром. Этому человеку я продал грим. Я помню, у него был шрам на лице. Он купил два костюма. Клоуна Базо и Пикси Симуса. Пикси? Очень милый костюм. Из зеленого шелка с повозками. Он представился как мсье Хан. Так. Вы слышали о мужчине, которого звали Плантарт? Я не знаю никого с таким именем. Ладно. Типа все, что ли? Ну что ж, спасибо за помощь, приятель. Рад был помочь, мсье. Разрешите пожать вам руку? Хм, ну, если вы просите. Вы что, хотите убить меня? Забавно, не правда ли? Не вижу ничего хорошего в шоковой терапии. Можете оставить его себе. Это подарок. Мне нужно какое-нибудь разрешение, чтобы носить его? Нет, мсье. Только одно маленькое предупреждение. Какое? Не забывайте снимать его перед тем, как идти в туалет. Ха-ха-ха. Подколол. Так. Привет. О, здравствуй. А, показать... Так, стоп. Этот тип в магазине сюрпризов дал мне вот это. Что это? Ручной электрошокер. Ты пожимаешь человеку руку и бьёшь его током. За что? Это прикол. Шутка в деле. Если ты испробуешь её на мне, я тебе руку оторву. Окей-окей, я же только так. Хм-хм-хм. Так, а как позвонить? С чего это ты решила увеличить мою фотографию? Потому что заметил человека на заднем плане, разумеется. Так, стоп, ааааа... Пора идти. Окей. Я буду ждать. Ээээ... Да я думал, что я окажусь... Кафе, что ли? А, ну да, точно. Тогда позвонить надо. Алло, кто это? Мистер Тодрик? А, этот новый. Что ещё? Этого человека зовут Хан. Он купил у вас костюм. Помните? Мистер Хан. Да. Я припоминаю его. Да. Я доставил костюм ему в отель. Отель Юбу. Номер комнаты? Я не помню. Вверх по лестнице, вторая Д справа по коридору. Спасибо, Тодрик. Это я и хотел узнать. Теперь вы попались, мистер Клоун. Так. Значит... У нас должно открыться... Отель Юбу. Без проблем. Извините меня. Фи! 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 Вы не знаете Хана? Никого с таким именем не знаю. Угу. Вы не видели парня, одетого в клоунский костюм? Нет, не видел. Только не говори мне, что я пропустил его. О, жаль. Я люблю клоунов. А вы? Я люблю дневное телевидение. Оно гораздо смешнее. Особенно этих смешных лилипутов. Как интересно. Кремовые пироги в рожу, шланг в брюки. Класс! Зубочистка в зубах. Так. Вам не знаком парень с именем Плантар? Нет! Ну что ж. Вы упустили свой шанс. Если вы поспешите, вы еще найдете его в морге. Так. Еще увидимся. Нет. Я так не думаю. Извините. Си. Я ищу клоуна. Это что, какая-то шутка? Нет. Я действительно ищу клоуна. Кроме тебя, я не вижу здесь ни одного клоуна. Вам не знаком мужчина по имени Плантарт? Нет. В первый раз слышу. Хм. Вы знаете человека по имени Хан? Нет. Я не знаю. Мне очень нужно встретиться с ним. И я же сказал тебе, я не знаю его. Ладно. Заходим внутрь тогда. Так. И болтаем с женщиной. Здравствуйте, мэм. Привет, привет. Что я могу сделать для тебя? Я ищу человека. О, ты разочаровываешь меня, мой дорогой. В какой-то момент я подумала. Но это не важно. Не могли бы вы мне сказать ваше имя? Джордж. Джордж Тобартмен. Как мило. Я знала одного молодого человека, которого звали Джордж. Меня зовут Леди Пьер Монт. Обыкновенное припоминание твоего имени все падают на колени и начинают заикаться. Но это не обязательно. Настоящая леди? Я имею в виду, вы настоящая аристократка. Я не знаю. Немногие мои предки были честны. Даже перед Богом. Корни моих предков уходят к нормандцам. Но пусть тебя это не пугает, Джордж. Не считая ты внушительно родословной. Я всего лишь человек из плоти и крови. Кровь может быть и голубая. Зато плоть — обыкновенная пухлая говядина старой Англии. Так сказать, вы, кажется, чем-то озабочены, Джордж. Могу я чем-нибудь помочь тебе? Так. Ммм. Давайте тут сделаем паузу. И дальше с ней, в принципе, поговорим, что и как. Так что не прощаемся сейчас. Мы возвращаемся обратно в игру. Пока этот чувачок газету переворачивал, читал. Я хочу сказать, что я ходил обедать. Поэтому мы продолжаем. Все мы люди, все мы хотим кушать. И хотим, как говорится, заниматься своими любимыми делами. Так, в общем, у нее надо спросить про Хана. Я ищу убийцу. Святое небо. Святое небо. Частный детектив? Правильно. Как вы, американцы, говорите? Оно так и вертится на моем языке. Я полагаю, вы думаете о слове ум. Умм. Точно. Да. Вы приехали в Париж отдохнуть? Да, дорогой. У меня отпуск. Мне надо было уехать куда-нибудь после похорон Алги. Простите, я не знал, что у вас трава. Ничего. Он был мой муж. Мне очень жаль слышать о смерти вашего мужа. Вы не сожалели бы, если бы вы знали его, мой дорогой. У меня появилась возможность наконец-то отдохнуть. Дафра предложила мне сменить климат, и вот я в Париже. Дикий роман. Это то, что вам сейчас нужно, чтобы отвлечься от дурных мыслей? Да. Самый последний роман у меня был с одним бритонцем-поваром. Нужно сказать, я была очень разочарована в этом пьяном петухе. Я от него ожидала большего. Я уже начала подумывать о прекращении моего отпуска. Начала складывать вещи, чтобы уехать назад в родной Хэмилл, Немерстед. Когда? Вчера вечером. Что случилось с вами вчера вечером? Я была сражена, мистер Стоппорт. Стрела Купидона пронзила мне грудь. Он не мог промахнуться. Это было так, как будто я всегда знала, что это должно было произойти. Мягкий свет свечи, романтическая музыка тихо звучало в комнате. А потом этот взгляд, эти цыплячьи глазки, эти учтивые манеры, эти напряженные брюки. Это был тот мужчина, которого я ждала всю свою жизнь. Я рад, что это наконец-то произошло после стольких лет. Но как я ошиблась? Он только играл моими чувствами. И если я когда-нибудь встречу этого гада, он покойник. Ха-ха. Да уж, жжет старушка. О ком это вы говорите? Его имя Мэрлин. Мэрлин. Вы знаете, что на улице стоит гангстер? А почему ты решил, что он гангстер? Итальянский костюм и выпуклость под мышкой. Я знаю множество людей в итальянских костюмах и выпуклостями под мышкой. Но это не говорит, что они гангстеры. Хм, логично. Вы случайно не встречали человека по имени Хан? Я знаю только одного человека, которого зовут Хан. Легендарный предводитель монголов Чингис Хан? Нет. Кевин. Кевин Хан. Никогда не слыхал о таком. Я была бы удивлена, если бы вы знали. Он аптекарь в Хэмл Хэмстеде. Организовал фонд помощи ротарианцам. Прекрасный человек. У него на щеке есть шрам? Честно говоря, не помню, дорогуша. Так. Показываем фото. Вы узнаете человека на этой фотографии? Мой бог! Это он! Это Мойерлин! В ней было все, что я любил в англичанах. Леди была полностью расстроена. Мойерлин, вы говорите о волшебнике короля Артура? Цветы и небеса. Нет. Мсье Мойерлин гость. Это тот человек, о котором я вам рассказывала. Этот человек оттолкнул меня. Так. Человек, которого вы знаете как Мойерлина, фальшивка. То есть, как это фальшивка? Он убийца. Он также известен под именем Хан. Это ужасно, мистер Стоппорт. Я просто потрясена. А я-то думала, что он джентльмен, частный человек. Вы знаете, я бы хотела помочь вам прищучить этого подонка. Да. Когда вы в последний раз видели Мойерлина? К час тому назад. Он спустился сюда и о чем-то приговорил с клерком. У него было что-то в руках. Я не смогла рассмотреть, что именно. Портфель? Нет. Поменьше. Больше похоже на какой-то сверток. Клерк положил его в сейф гостинице, и Мойерлин вышел. Так. Вы уверены, что видели, как Мойерлин положил бумаги в сейф? Да, дорогой. Уверена. Интересно, что это были за бумаги? Очевидно, что-то большой важности. Да. Как бы я хотел взглянуть на эти бумаги? Держу пари. Им было что-то нужно в портфеле Плантарда. Мойерлин возвращался в гостиницу? Нет. Ты собираешься выскать его комнату? Если я только смогу попасть туда. Так, ладно. Извините. Вашу фотографию, случайно, не печатали в сегодняшней газете? Вы тот самый Нобелевский лауреат из какой-то восточноевропейской страны. Да. Это я. Собственной персоной. Я не хочу вас беспокоить, но вам никогда не угрожали. Таинственные угрозы по телефону, письма, сделанные из вырезанных заголовков газет. Не понимаю, о чем вы говорите. Ха-ха-ха. Вы не видели клоуна? Прошу, прошу, не я? Клоуна. Ну, такого парня в забавных таких блюках. Вы не видели его? Мои блюки из Англии. Маркс и Спенсер. Они очень удобные. Не протираются. Я рад слышать это. Вы знаете, вы, Нобелевские лауреаты, оказывается, тоже люди. В моей стране люди вынуждены делать их из картона и бечевки. Штаны? Все. Нужда мать изобретательности. Лантар. Я вообще никого не знаю в Париже. О, ну, во всяком случае, этот парень мертв. Зачем вы спрашиваете меня? Я повидал достаточно смерти на своем веку. Я... Конечно, конечно. Ладно. Спасибо за помощь. До свидания. До свидания. Так... Мне нужна кое-какая информация. Вы из полиции? Я провожу частное расследование. Ах, я слишком хорошо знаю, что это означает. Это один из недостатков рассыльных. Когда люди поселяются в гостиницу, они оставляют хорошие манеры дома. Не так ли? Так... У вас остановился гость по имени Хан? Нет, месье. Может, вы еще раз хорошенько проверите записи? Вы узнаете человека на этой фотографии? Да, месье. Этот человек один из наших гостей. Как его имя? Я не могу вам сказать. Мойерлин, не так ли? Псевдоним Хан. Клоун. Я сказал вам, я не могу сообщить вам это. Мда. Я хотел бы забрать кое-что из вашего сейфа. Уи, месье, ваше удостоверение. А... Как кто? Права на вождение автомобиля, например. Я не вожу машину. Ваш паспорт. У меня его нет с собой. Я мог бы показать вам свой шрам после операции. Мне жаль, месье. Вы должны показать мне какое-нибудь удостоверение. Мой шрам? Чем вам не удостоверение личность? Мне очень жаль. Я хотел бы видеть более традиционное удостоверение личности. Вот черт! Так... Вы знаете человека по имени Плантар? Нет, месье. У человека, который называет себя Ханом. Шрам на левой щеке. Я еще раз вам говорю, месье, что не знаю никакого Хана. Может быть мне показалось, но я заметил, как изменилась его физиономия, когда я упомянул шрам на лице. Я ищу человека, одетого как клоун. Это очень респектабельная гостиница, месье. Здесь нет никаких клоунов. Ну, если вы так говорите. Прошу прощения, месье. Что такое? Вы пробовали украсть этот ключ, не так ли? Это не так. Так, надо тогда попросить помощи у женщины. Так. Хаймен. Привет, Джордж. Что я могу сделать для тебя на этот раз? Я показывал вам эту фотографию. Да, дорогой. Вы знаете, что это? Я бы сказала, что это нос клоуна. Вы угадали. Его носил убийца, чтобы скрыть свое лицо. Мойерлин, например. Это он. Вам не знакома эта салфетка? Я не брезглива. Но от этой вещицы мне начинает тошнить. Так, а что я... А что я пропустил? Привет снова. Привет снова. Вы не узнаете этого человека? Он называл себя Хан. Да. Я знаю этого человека. Почему у вас его фотография? Я частный детектив. Так. А зачем вам нужен Хан? Он враг моего народа. Вы знаете, что он убийца? Конечно. Кроме всего против. Не поможете мне найти Хан? Это невозможно. Мои инструкции разрешают только наблюдать. Я не могу подвергнуть свое положение почетного гостя этой страны какой-нибудь опасности. Понятно. Спасибо за помощь. До свидания. Так, а что мы тогда пропустили? Что теперь, месье? О. Может быть, он вам известен под именем Мойерлин. Ну и что с того? Что вам надо? Ключ от его комнаты. А у вас имеется лицензия, месье? Что? Лицензия частного детектива? Ну, вообще-то нет, но я могу вам все объяснить. Мне очень жаль, но без лицензии ничем не могу вам помочь. Я насчет ключа, который висит там на крючке. Уи, месье? От какой он комнаты? Номер двадцать один. Она занята? Нет. Сегодня утром оттуда выехал посетитель. Я все-таки настаиваю, чтобы вы дали мне ключ от комнаты Мойерлина. Я не могу сделать этого, месье. Этот парень очень опасен. Да что вы говорите, месье? Он представляет опасность не только для общества, но и для ваших гостей. Он только слегка пошутил с леди Пьер Монт. Послушай, одному Богу известно, на какую низость он способен. Это точно. Он уже убил однажды, дважды, возможно, даже трижды. С вашей помощью я мог бы остановить его. Но что со мной будет, если он узнает, что я помогал вам? Нет, я не могу сделать этого. Вы не узнаете этот красный нос? Нет, месье. Так, ладно, еще раз попробуем спросить. Хаймен. Привет, Джордж. Что я могу сделать для тебя на этот раз? Я показывал вам эту фотографию? Да, дорогой. Как вы считаете, для чего нужен этот инструмент? Нет. Но я знаю, на ком бы я попробовала его прочную. Так, а что я пропустил? Так, а что я пропустил? Скоро. Странно. Что теперь, месье? Что бы вы сделали с этой тканью? Хотите, я ее выкину? Эй, нет, она еще может пригодиться Как пожелаете, месье Вам не нужна небольшая пластмассовая сумочка? Нет, спасибо, не надо Эй, пожмите мне руку Я не хотел бы этого делать, месье Я все еще в шоке от прошлой шутки Которую сделал со мной один из посетителей У него к ладони было прикреплено какое-то электрическое устройство Идиотские шуточки, не правда ли? О, да Вы знаете, что делают этим инструментом? Потрясающе, месье Вы держите его как профессионал Но здесь не было ни одного гостя под именем Хан Судя по записи в книге В двадцать втором номере остановился некто Мойерли Что теперь, месье? Я хотел бы снять этот номер Это невозможно Почему? Вы же сказали, что она свободна Она забронирована для другого гостя Черт Нет, месье, Голландин Хм Так, может сейчас появится? Так Хаймен Привет, Джордж Что я могу сделать для тебя на этот раз? Так Пожалуйста, отвлеките клерка, пока я возьму ключ Вы просите меня, чтобы я помогла вам завершить преступление? О нет, это ключ от пустой комнаты Хм А зачем я вас спрашиваю, вам нужен ключ от пустой комнаты? Вы хотите что-нибудь украсть? Нет, мэм Слово бойскаута? Я никогда не был бойскаутом, мэм А надо было бы! Куда только смотрели ваши родители? Это прекрасная школа для мальчика, чтобы стать дисциплинированным А теперь говори, зачем ты хочешь пробраться в эту комнату? Это смежная комната с той, которую занимает убийца Ага Так вы хотите подслушать, что планирует Мойерлин? Я надеялся, что там должна быть соединяющая дверь Хорошо Ну как я могу отказать? Не думаю, что мое обаяние как-нибудь подействует Но хорошая доза английского высокомерия могла бы оказать хорошую услугу Эй, вы там! Фланкей! Oui, мадам Слушайте внимательно Вы понимаете по-английски? Ну, конечно, мадам Хорошо Я хочу положить некоторые драгоценности к вам на хранение Понимаю Вы поняли? Да, мадам Действуй, мой дорогой Ха-ха Отлично Так Дверь была запер... Это я уже понял Возможно, это была и та... Ага Отлично Это я уже понял Кstone Надо захорониться на всякий случай. Это был Хан. Я почувствовал позывы в моем желудке, при которых обыкновенно бегут в туалет. Это был Хан. Но этот парень был убийца, и я не хотел никаких сюрпризов. Он оставил его чекер-панты на стене. Так, осматриваем штаны. Так. 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 После того, как я взялся от его пакета, появился сильный пакет. Пакет с металлами. Я нашел ничего в пакет. Я взялся на металлами, и пакет вышел из пакета. Это было как пакет. А, во, как перевернуть. Так. Ага, во. Так, спички. Пропуск. Так, спички. Или пропуск. Ладно. Вроде бы нашли все. Ладно. Так, мы так выйти можем? Гениально. Гениально просто Так Разговариваем Что теперь, месье? Эта визитка вам знакома? Она принадлежит месье Моэрлину Правильно Убийце Моэрлину Я хочу взглянуть, что он оставил в вашем сейфе Это невозможно Я не могу вам это показать Не важно, что он там сделал Вы делаете большую ошибку Возможно Как-нибудь переживу Убийца? Вы уверены? Абсолютно Так, ладно Поговорим еще раз с дамбочкой Хаймен Привет, Джордж Что я могу сделать для тебя на этот ролл? Я нашел эту карточку в комнате Моэрлина Так-так Этот мелкий лживый человечешка представляет совсем как электрик Ага У этого парня миллион лиц Так, а я че-то Это ключ к комнате номер двадцать один Это смежная комната с комнатой Которую снял этот противный Моэрлин Не так ли? Да, и она свободна Серьезно? Как это кстати? Возможно, это просто моя стеснительность Но я чувствовал себя как-то неловко в этой ситуации Ммм, да Так, а что я опять пропустил? Я че-то не понял Так Иди сюда Что теперь, месье? Что теперь? Вы узнаете этот ключ? Это собственность гостиницы Югу Правильно Могу я вас спросить Как он оказался в вашем кармане? Может, его снял с крючка полтергейст? Нет, месье Гостиницу регулярно проверяет один экзорцист Если у нас появится привидение Его изгонит отец Факонт Я думаю, его нужно вернуть Не совсем Комната свободна Раз вы уже так серьезно настроены провести небольшое расследование Я не буду вам мешать Так, а что ему показать? Опять пропуск? Я показывал вам эту карточку Увы, месье Так, я че-то не понял А почему не активируется диалог? А ну еще раз Что такое? Хаймен Привет, Джордж Что я могу сделать для тебя на этот рост? Я показал визитку клерку Надеюсь получить бумаги Мойерлина Но он на это не купился Какой-то он был испуганный Я готова поспорить, что его кто-то конкретно напугал Следуйте за мной, Джордж Выложили пакет Мойерлина в сейф? Да, мадам Мой друг показывал вам карточку Мойерлина? Да, но... Так в чем проблема? Он не Мойерлин Это мелочь Дайте ему пакет Но это противозаконно А что если я сотрудник Интерпола? Что тогда? Я закон Если он попробует что-нибудь выкинуть Стреляй в него, Джордж С удовольствием, Леди Пьермун Один момент, пожалуйста Ха-ха-ха Вы знаете? Я так не веселилась со времен Гринхема простого Даже не знаю, что бы я делал без вас, Леди Пьермун Вуаля, месье Манускрипт месье Мойерлина Спасибо Как замечательно Настоящий англо-американский альянс Клерк дал мне плотно свернутый пергамент Я решил не раскрывать его Пока не доберусь до квартиры Николь Отлично Так Нам нужно пергамент Это был древний манускрипт Который хан выкрал у Плантарда Я знал, что не было никакой возможности выйти из отеля с древним манускриптом Я не мог позволить, чтобы манускрипт попал в руки тех идиотов, что стояли снаружи Так В общем, дорогие друзья Мы Почему именно выкидываем манускрипт? Потому что снаружи будут эти бандиты И Они будут нас обыскивать Поэтому Как говорится Чтобы они нас не застрелили Потому что манускрипт принадлежит этому Убийце Хану Вот В следующей части мы продолжим отсюда Так что, надеюсь, вам было интересно Эта сюжетка То есть, эта часть Ставьте лайки Приглашайте друзей Все будет очень интересно Не только это Но и чем закончится эта часть Будет еще вторая часть Брокинсворд Поэтому с вами был Денис Всем до новой части Всем удачи Всем пока